Сейчас вот такая коротенькая заставочка для придания серьезности и начинаем. Как можно понять из этой заставочки, зовут меня Павел, и в данных видеороликах я показываю, как строю себе дом. Долго строю, местами неправильно, местами немного сложновато, но уж как могу. Извините, я не профессионал и даже не строитель. Все предыдущие этапы постройки можно найти на канале. Прошлое видео было посвящено установке окон. Технической информации в нем было очень много, потому что старался делать для себя на качество. А потом канал заглох на целый год. Многие мне писали, где я, как этапы постройки, достроил ли дом, жив ли вообще. Судя по тому, что это видео на канал я выложил, вы можете судить о том, что я все-таки жив. Хотя то, что происходит в данное время, можно назвать не жизнью, а выживанием. И я говорю не про себя, а про всех нас. Давайте-ка повспоминаем этот уходящий год. Зимой я стройкой заниматься не могу, так как в доме пока еще нет отопления, не подключен газ. Поэтому в данное время года он просто тихо, мирно стоит и ждет теплых времен. То, что происходило в этом году, это какой-то образец безумия. У меня примерно в голове были такие же мысли, какие высказывает вот эта девочка. Ну вот про то, что никакого праздника, меня сначала закрыли, ничего нельзя и все в таком же духе. В стороне 10 зараженных мы все сидим на карантине, под охраной, со штрафами. Это особенно забавно, когда сейчас записывая данное видео, я слушаю новости о том, что 30 тысяч зараженных выявляется каждый день. Но зато все можно, если есть масочка. Я не знаю почему, но к нашему городу были применены какие-то особо суровые меры. В течение месяца закрыли все магазины, кроме продуктовых. Закупить строительные материалы было негде. Предприниматели выли на луну, рвали волосы на голове и смогли добиться хотя бы удаленных продаж. То есть люди заказывали через телефон и получали доставку. Пропуска было необходимо выписывать и тем, кто доставлял товар, и тем, кто его принимал. Притом пропуск выписывался всего лишь на час, а за час хрена что примешь. Потом надо было выписывать следующий пропуск. Количество пропусков в день ограничено. Просрочил сроки пропуска, получаешь штраф. Весело было. Не очень. Посмотреть какой привезут товар было тоже нельзя. Принимаешь что есть. Да и поставки многих материалов прекратились в магазины. Я смог закупить всего 5 досок, чтобы построить лестницу. И дальше я скажу, что данных обрезных досок я не смог заказать в течение всего строительного сезона. Их просто не было в магазине и больше не привозили. А точнее сказать не было пиломатериалов у лесопилок. Кто успел, тот урвал. А остальные ждите. Из-за этого выбор материалов для дальнейших этапов постройки будет выглядеть черти как, а сама постройка как получилась. Все весеннее время из-за этих ограничительных мер было, извините за выражение, прокакано. Мне запрещено заниматься строительством официально из-за ограничительных мер, но в то же время присылаются уведомления о том, что его надо оформить в кратчайшие сроки и достроить. Точнее, достроить надо, чтобы можно было оформить, а оформить надо максимально быстро. В общем, примерно понимаете, в какую ситуацию я попал. А тут еще подошел период замены прав, нужно было подготавливать медицинскую справку, ремонт машины, прохождение техосмотра. И все это я должен сделать сидя дома. В итоге я работать начал только летом, когда немножко отпустило. Притом, первое время приходилось прорываться на велике, несмотря на запреты. Благо, некоторые материалы я успел заказать еще в прошлом году, после установки окон. Это был утеплитель, который я приготовил для перекрытий между чердаком и вторым этажом. 40 упаковок каменной ваты я купил. Возможно, не самый лучший материал для утепления, но дело в том, что среди этого материала нет лучшего. Они все не очень хорошие. Также я смог установить дверь. Она не очень хорошая, для улицы не подходит, но тем не менее, на первое время дом закрыть можно. На тот момент о дверях я практически ничего не знал. Ну и как обычно все мы делаем, доверился мнению продавца. В общем-то, дверь мне посоветовали, но как оказалось, она подъездная. Для частных домов не подходит. Временно она, конечно, постоит, но оставлять ее на постоянку здесь нельзя. О дверях я, скорее всего, расскажу в отдельном видеоролике, но если коротко сказать, то подъездные двери совсем не предназначены для того, чтобы выдерживать условия окружающей среды. Они стоят в теплом подъезде, то есть даже низких температур они вытерпеть не могут. Не говоря уже о таких погодных явлениях, как солнце, дождь, ветер, пыль, град, все это очень быстро убьет покрытие двери. К тому же, возможности сопротивляться теплопередаче в нее тоже не закладывали, поэтому в холодное время года она будет уводить все тепло из дома. Единственное, что закладывается в подъездную дверь, так это антивандальные возможности. То есть все для того, чтобы обезопасить жильцов квартиры от проникновения каких-либо воров, грабителей или прочих недоброжелателей. Но в частном доме это все бессмысленно, ведь рядом стоят окна, которые гораздо проще взламываются. Про установку двери я наверное расскажу в отдельном видеоролике, потому что здесь всего этого не уместить, слишком уж обширная тема и много заморочек. Скажу сразу, что она мне не подходит и эту дверь придется потом снимать, поэтому в данный момент я ее просто прикрутил на шурупы прямо в газосиликатные блоки, установив саму дверь на пластины. Тем не менее, два года она уже держится на этих шурупах и ничего с ней не происходит, никакого расшатывания. И еще в прошлом году я успел заказать обрезные доски. Вот в этом месте я столкнулся с людской жадностью. Дело в том, что придя на склад, я выбрал определенные доски. Подошел к стопке и сказал, да, вот эти мне подойдут. Просмотрел их всех, толщину, состояние и оплатил. Также взял деревянные бруски 5х5 см, ну то есть сечением квадратик. И то, что мне привезли, сильно отличалось от того, что я заказывал. Видимо, владелец магазина так хотел реализовать свои некондиционные остатки, что вложил мне совсем другое. Часть брусков были на 5 см, а часть на 4 см. А доски... Вот сейчас посмотрите. Это первый сорт. Просто чума. Красота-то какая. Все в грибке, все доски кривые. Притом, приходил в магазин, все было идеально, ровно и хорошо. А привозят совсем другие. Один раз отправил все обратно, привезли под замену. Вроде чуть-чуть получше, но все равно кривющее. Привезли только половину из того, что надо было поменять. Пришлось отправлять еще раз. Не стал второй раз отправлять все обратно, решил просто, что в этом магазине я больше не появлюсь. Какими бы хорошими товарами, ценами и предложениями меня бы они не завлекали. Мне вот даже интересно, человек, который все это напиливал, он вообще человек? Ну, в том смысле, что у него тоже там руки, ноги или может какие-то другие отросточки, которыми он выполнил такую вот работу. В общем, ладно, еще поздней осенью я смог купить гидроизоляцию, которую буду налеплять на перекрытие для того, чтобы ограничить их от влаги. И на этом-то, в общем, работы в прошлом году закончились. Я просто сложил их все в дом, закрыл, после чего наступила зима. Красивая, безмятежная. Никто еще ни про какие пандемии и вирусы даже и не думал. А теперь снова вернемся в наши более теплые по температуре, но более отмороженные по обстановке дней. Смотрите, какая красота. Все вокруг цветет. Вот яблонька моя, которая когда-то была посажена. Уже несколько раз даже давала яблочки, которые я кушал. А вот мешочки цемента и клея, которые лежат с прошлого года. Каюк им. Теперь это булыжники, завернутые в бумажку. Хотел в прошлом году успеть построить перегородочные стены из газосиликатных блоков с использованием этого раствора, но, увы, не успел. И теперь все так и пропало. Скажу наперед, что они еще на год остались так лежать. Пока такая неблагоприятная пора для заказа товаров, я решил сделать всю подготовку для дальнейших работ. Очень много надо поднять. Очень много надо опустить. Ох, и сколько же времени ушло на эту подготовку. Две недели я поднимал и опускал материалы каждый день, просто чтобы начать работать. Сначала доски, те самые обрезные 6-метровые, которые нужно поднять снизу на два этажа вверх. Половина из них должны лежать на чердаке, а еще часть на втором этаже. Некоторые будут прибиваться к потолку, другие же будут полами. Многие пишут про то, что второй этаж это достаточно сложно для того, чтобы жить в доме, потому что постоянно придется ходить по лестнице то вверх, то вниз. Но при строительстве этих сложностей куда больше. Особенно учитывая тот момент, что я все еще не построил даже черновую лестницу, по которой мог бы это делать немножко проще. Есть только вот такое недоразумение из блоков, которое надо в скором времени будет все-таки поменять на что-то нормальное. Причина таких сложностей кроется опять же в том, что я строил дом без проекта. Как получается, так и делаю, а по итогу получается не очень. Сначала хочется чего-то одного, потом выясняется, что строительные нормы не позволяют это сделать так, потом где-то замуровывается окно, где-то нужно обеспечить достаточно большую площадь, где-то коммуникации обязывают сделать две комнаты рядом, и постоянно все перестраиваются. Поэтому где будет лестница, не сразу понятно. Весь второй этаж нужно было освободить от строительного мусора. В основном это, конечно же, куски газосиликатных блоков и очень много различных деревьев. И вот их надо убрать из дома, а на их место положить утеплитель, который вместе с досками должен быть поднят на чердак. Ну, то есть практически на третий этаж, можно сказать. Очень много остатков от газосиликатных блоков, которые, в принципе, практически-то и некуда деть. Полгорожаями завалил. В отличие от кирпичей, этот материал оставляет практически неприменимые остатки. Может, вы мне подскажете, куда их теперь девать? Некоторые способы их утилизации я, в принципе, придумал, но этого все равно мало для такой огромной кучи. В общем, время идет, а я все вычищаю, разгружаю, убираю, да заказываю новые товары. Да, теперь уже заказывать можно. Наконец-то до кого-то доперло, что ограничения бессмысленные, бесполезные, да еще и губительные, и некоторые послабления нам начали делать. И я смог заказать себе первые доски, шпунтованные, взял для полов второго этажа. Время какое-то нестабильное, неспокойное, доллар растет, цены дорожают, товаров нету, поэтому заказу приходилось то, что есть. Почему пришлось выбрать именно шпунтованные доски? Ну, потому что в магазинах не было никаких других вариантов. Обрезных досок не везли, потому что, как мне объяснили, на лесопилке не привозят так называемый кругляк, ну, то есть бревна. А почему его туда не привозили? Да потому что все на карантине чарились, по домам сидели. Чувствую, что эти карантины нам еще аукаться будут достаточно долго и похуже, чем эти сами вирусы. Но вернемся к доскам. Шпунтованные – это достаточно дорогое удовольствие. Одна такая доска стоит 600 рублей. В пачке их три штуки. Мне продали часть из них со скидкой. Объяснили это тем, что вскрытые были упаковки, и те доски, что остались без упаковки, продаются подешевле. Но вот умолчали, что это из-за того, что в них брак. А брак был серьезный. В некоторых из досок пазы сдвинуты то выше, то ниже. И это конкретно так мешает установке. В дальнейшем, при монтаже полов из этих бракованных досок, я множество раз вспоминал их недобрыми словами. Но все-таки смог все постелить. Ну и к тому же, часть из них, как я понял, были забракованы из-за большого количества сучков. Ну хотя скидку дали, да и ладно. Хотя, если бы я изначально знал, по какой причине дается скидка, я бы это точно не стал брать. Заказывал их в два этапа. Сначала взял все, что было в одном магазине, а в остальных нигде их не было. Потом, когда в другой подвезли, там взял все, что осталось. В общей сумме вышло почти на 60 тысяч. Это только на один этаж. Все их пришлось поднимать наверх. Сначала те, которые были одиночные, не в пачках. Это было достаточно несложно. По одной они поднимаются и укладываются. Решил положить их как раз на втором этаже штабелями так, чтобы они потом в дальнейшем служили подставкой под отделку потолка. Или правильнее, наверное, будет сказать под обшивку. Теми самыми кривыми досками, что были заказаны ранее. Работая с этих штабелей, придется меньше выстраивать строительных лесов, и мне это достаточно удобно. Иногда приходилось выходить на улицу для того, чтобы развернуть все доски в одном направлении. Об этом я чуть позже поподробнее расскажу. Вообще, это тема отдельного видео, но хотелось бы показать всю хронологию, как у меня все происходило, для того, чтобы можно было понять, почему в определенные этапы строительства выбирались те или иные пути. Небольшой участок полов я разобрал, для того, чтобы сложить штабеля прямо сразу на балке перекрытия. Почему выбор пал именно на шпунтованные? Да, потому что они уже сушеные и ровно отрезанные. Максимально ровные. И даже при всей той кривизне и браке, которые мне продали, это все равно лучше, чем обычные обрезные доски, которые со временем усыхают, да и имеют неидеальную геометрию. Причина номер два. А более-то ничего и не было. Эта изоляция привела к дефициту товаров, всех, которые не связаны непосредственно с выгодой от этой изоляции. Работникам запретили выходить на работу, они, естественно, ничего не пилили, у нас и не образовалось нужного материала. Продуктовым магазинам поблажку сделали, а вот строительным нет. Поэтому и такая ситуация возникла. Что-либо закупить можно было только из старых запасов. Когда одиночные доски, те самые, что были по скидке, закончились, я перешел к тем, что в пачках. Поначалу их распаковывал и поднимал по одной, но позже понял, что это слишком долго. Попробовав поднять сразу всю пачку целиком, понял, что это хоть и тяжко, но зато гораздо быстрее. В общем, так и стал продолжать. В пачках эти доски остаются ровные и мешают друг другу становиться винтообразными. Все, которые были вскрыты и были куплены по одной со скидкой, они все как макаронины извилистые. В дальнейшем это приносило огромные трудности, когда нужно было состыковывать доски пазами. Об этом, конечно, расскажу попозже, но могу сказать, что геморрой был конкретный, к чему я только там не прибегал. И рубанком, и болгаркой их точил, лишь бы одна вошла в другую. Но фиг ли там, настолько все неграмотно было сделано, мало того, что пазы на разной высоте, так они еще и разные ширины. Вдобавок, паз был меньше, чем шип, предполагая, что это доски были разной партии. Одна из них очень старая, а другая новая. И в одной из партий износ у инструмента был больше, чем в другой. В общем, такой вот мой личный опыт. Знаете, что если вы покупаете шпонтованные доски, то не факт, что все будет подходить, и вы будете меньше мучиться, чем с обычными. Скорее всего, точно так же придется строгать, выравнивать, вклинивать и вбивать. Даже несмотря на то, что они находятся в пачках, проветривание все равно необходимо обеспечивать. Доски я уложил штабелями, проложив остатками балок, которые отпиливались, когда я делал перекрытие. Так нужно хранить доски всегда, для того, чтобы между ними не образовывался какой-либо конденсат и не начинала расти плесень. Хотя такие большие балки, как у меня, прокладывать необязательно, достаточно будет положить какие-то небольшие дощечки. Еще одно, о чем сразу требуется позаботиться, это чтобы все доски были развернуты в одну и ту же сторону, когда я буду их укладывать. И в дальнейшем полы можно было устилать, просто снимая доски со штабелей и кладя на пол. Ведь если я разверну пазы в какую-то другую сторону, то получается доску придется каким-то образом поворачивать. А она 6-метровая. Ширина комнаты 4 метра 20 сантиметров. То есть сами представляете, каким образом надо будет выкручиться из этой ситуации. В окно такую бабылду для разворота особо и не вытащишь, она достаточно тяжелая. То есть придется снимать ее сверху со второго этажа вниз, выносить из дома, переворачивать и засовывать обратно. А тратить время на такие бесполезные занятия уж очень не хотелось бы, учитывая, что работать приходилось по 12 часов в день, ездя туда и обратно на велике по 5 километров. И такими вот различными методами кое-как 30 пачек я все-таки поднял наверх и сложил. Этот этап прям был отличной силовой тренировкой. Все, что я делал, это поднимал тяжести, докушал. И больше ничего. А это идеальный режим для того, чтобы натренироваться. Пара подходов с бревном, поесть, отдохнуть, потом снова несколько подходов. И так весь день. Если я правильно помню, это называется функциональный тренинг, когда мы работаем с очень неудобным весом, а усилие применяется всегда в разных направлениях. Все проходит в естественных условиях. Двойная польза. Специально тратить время на тренировки не нужно. Эх, на самом деле, вы уже, наверное, поняли, что я просто пытаюсь найти положительные стороны в этих работах. На самом деле, вот именно в то время это все доставляло дикие мучения. Болело все. И мышцы, и голова. Синяки почти на всех участках, которые соприкасались с этими досками. А сейчас, когда все это уже закончено, смотреть даже весело. Особенно вот так вот в реальном времени без перемоток и вырезок. Смотрите, как тяну забавно. Давай. И раз. И два. Давай, давай, вытаскивай эту дуру. Ну-ка. Ура, победа. Молодец. Покушать заслужил. Ограничительные меры нам хоть немножко и поубавили, но они все еще оставались до нелепого суровыми. Маски, перчатки, температурный контроль, выписывание пропусков никто не отменял. Хотя, большинство людей, наверное, включая и меня, начинали уже на все забивать и в наглую гонять так. Все как будто сговоревшись пытаются заработать на этом событии. Блюстители всех штрафуют, врачеватели назначают всем дорогие анализы, информационные источники постят только новости о вирусе. Как будто бы и событий других нет. А люди более вообще ничем не болеют, кроме этого коронавируса. И это у нас еще так все нормально, а у других там вон ого-го, давайте сделаем у нас немножечко похуже, но получше, чем у них. И всех это так конкретно достало, кто-то верит, кто-то нет, но масочки все носят, потому что штрафы. Да, не удивляйтесь, конкретно у меня так подбамбливает и пригорает с этих событий. Особенно сейчас, когда каждый второй говорит, что, судя по всему, переболел уже этим коронавирусом или чем-то похожим на него, а все бабульки и дедульки на улице продолжают ходить, живы и здоровы. Вернемся, пожалуй, к стройке. Многие давно просили показать состояние фундамента, что случилось с силикатным кирпичом, из которого сделан цоколь, и что с самим фундаментом, выдерживает ли он, все ли с ним в порядке. Вот сейчас я показываю кадры снаружи и вот он же внутри. Пока беспокоиться не о чем. Я лично не заметил никаких изменений, никаких повреждений. Разве что ближе к земле он немножечко запачкался. В комментариях многие пророчили разваливание всему тому, что было построено, но пока что-то пророчество не сбывается. Тут, конечно, темновато. В данном случае я без прожектора уже показываю, но если была бы какая-то существенная трещина, я бы ее заметил. Да и вы бы тоже. И это замечательно. Дальше я понял, что не смогу обойтись без машины. Ездить на велосипеде, конечно, хорошо и полезно, но мне надо как-то возить инструменты и стройматериалы. Некоторое время потратилось на ремонт и профилактику. Все-таки она три года стояла вообще без движения. Пришлось полностью менять аккумулятор. Краску я пока перекрашивать не могу, но, как видно, капот ей конкретно прожарило солнцем. Плюс ко всему одну из сторон. Одна глянцевая, вторая матовая теперь. За три года простоя развалилось очень многое, особенно все детали, в которых есть резиновые части. Они высохли и тоже разрушились. Пришлось все менять. И раз уж все равно пол машины разбираю, решил подремонтировать и то, что давным-давно обеспокоило. Например, крепление бампера, которое отвалилось еще фиг знает когда. Но он висит, цепляясь за воздух. Каким образом он это делает, я не очень-то понимаю. Все это делалось, конечно, прежде всего для прохождения техосмотра. Дело в том, что я не люблю ездить абы как без документов и каждый раз платя штрафы, поэтому заранее все подготовил. Да и собственная безопасность не последнее место занимает. Я хоть и немного колхозник в плане ремонта автомобильный, но тем не менее люблю, чтобы все в нем работало и безопасно можно было ездить. Даже несмотря на то, что всего-то мне надо возить инструменты и некоторые стройматериалы в черте города. Многие спрашивают, каково это владеть старой BMW-шкой. Да вот так, ребят, три года стояло, не двигаясь, поменял подшипник, снова езжу. Да и подшипник пришлось менять не потому, что он износился, а потому, что он висит на резиночках, которые от времени рассыпаются. Как только машина мне стала доступна, начал снова завозить на стройку все, что мне потребуется. В первую очередь инструменты, потом обработку для древесины и еще гидроизоляции. Вот, кстати, об обработке и об изоляции. Многие думают, что деревянное перекрытие будет экологичнее, как и деревянный дом. Но можно понять, что это совершенно не так, а наоборот, все противоположно. Любые деревянные конструкции в доме требуют такого вливания химии, что ни одни другие материалы не перегонят их по токсичности. Гидроизоляции, обработки от жуков, от плесени, от огня, морилки всяческие и прочие гадости. Все это туда напичкаем, чтобы потом всю жизнь вдыхать. Я был вынужден делать деревянные перекрытия, потому что оказался заложником ситуации, так как я не мог поставить бетонные полы на свою центральную стену. Принял неправильное решение, в итоге куча неправильных технологий потом вынужден был делать. Дерево я бы никому не посоветовал использовать в качестве полов. Да и в качестве потолков не особо бы советовал, но бывают случаи, когда другого выхода и нет. Это дорого, вредно и тяжело. Плюсы, конечно, тоже есть, но их маловато. Раз уж я сказал про обработку, то давайте я ее и покажу. Вот такая канистра антиплесени применялась первой. Я решил обработать те доски, которые будут крепиться к потолку, потому что не хочу работать валиком, для того, чтобы на меня лился дождь этой жидкости. Прозрачная, быстро впитывающаяся, дурно пахнущая. Открывал все окна и двери. Ничем размешиваться не должна, прям так льется в ведро и кисточкой втирается. Чуть позже я, конечно, начал работать валиком, но поначалу использовал кисть, что, конечно, в разы менее удобнее. При работе с такой химией требуется закрываться. Например, на лицо следует одевать какой-либо щиток пластиковый, но у меня его не было, но были очки, хотя бы так. Не лишним также было бы использование резиновых перчаток, но за ними тоже ехать не захотелось, поэтому одел обычные строительные. Не потому что лень, а потому что время на это тратится. А оно сейчас дороже всего и так много потеряно. Обрабатывал и все, что снизу осталось, и все, что на втором этаже, да и на третьем тоже. Путешествовать пришлось между ними достаточно много. Досок почти два куба, жидкости потребуется много. А тем временем работаю, естественно, не только я. Дорожку нам засыпали мелкой щебеночкой, что говорит о том, что скоро появится асфальт. Это очень хорошо. Особенно учитывая тот момент, что машину я восстановил и поставил на ход. Не придется более убивать подвеску на колдобинах. Правда, засыпали не все, но пока хотя бы это. Моя яблонька уже второй год приносит плоды. Вот и следующие яблочки на подходе. Неплохие признаки жизни также подает груша, но пока ничего не приносит. А вот все остальные саженцы, из восьми которых я сажал, либо зачахли, либо выросли дикушками. Обидно, придется сажать по новой. Моя работа со стройкой в этом году сводилась только к одной цели. Как можно быстрее ввести его в эксплуатацию и оформить. Отсюда и выбор приоритетов того, что я буду делать. Я решил, что первым делом надо создать тепловой контур. То есть помешать воздуху выходить из дома. Для этого нужно построить чердачное перекрытие и утеплить его. То есть сделать из дома коробушечку тепленькую, а уж потом приниматься за все остальное. За полы второго этажа и за стенки. Способов возведения и утепления чердачного перекрытия есть достаточно много. Для того, чтобы определиться, какой из них использовать мне, я решил обратиться к тем материалам, что уже закупил. А это гидроизоляция. И в моем рулоне не было инструкции. Классно. За это хотел бы сказать отдельное спасибо всем покупателям, которые в магазине смотрят инструкцию и уносят ее с собой. Пришлось идти и одалжить ее у соседей. В общем, вот что там говорится. Если перекрытие чердачное, то сначала наколачиваем доски, желательно поплотнее на сами балки. Потом на эти доски стелим утеплитель. Сверху и снизу это все закрывается гидроизоляцией и пароизоляцией. Пароизоляция снизу, а гидроизоляция сверху. То есть снизу вообще ничего не пропускает, даже пар. А сверху пропускает пар, но не пропускает воду. Потом и там, и там наколачиваются реечки для того, чтобы создать вентиляцию, и чтобы конденсат весь выветривался. И уже в дальнейшем можно сказать чистовое покрытие. Вроде не сложно и достаточно логично. Что ж, начинаю наколачивать. Несмотря на то, что доски кривые, буду все равно стараться их прислонять плотничком одну к другой. Впоследствии на них будет лежать каменная вата, поэтому буду делать щели как можно меньше. Многие, наверное, скажут, что можно сэкономить и сделать расстояние между досками побольше, ведь утеплитель все равно на них ляжет и будет прекрасно лежать, а потом просто изоляцией все закрыть для того, чтобы пыль не падала. Но я хотел бы, чтобы было как можно надежнее в этом плане. И если есть возможность сделать поменьше щелей, то почему бы и нет? И вот дальше пошла не просто работа, а адовое мучение. Думаю, те, кто когда-нибудь работал с потолком, знают, что это такое. Когда руки держат что-то тяжелое над собой, то кровообращение в них гораздо меньше, и поэтому поступает меньше кислорода и меньше энергии. Соответственно, они и устают очень быстро. И начинают ныть. А работать-то надо и держать надо. Плюс ко всему, во время работ от вибраций сверху вниз постоянно падают опилки и прочий мусор и летят в глаза. Я нахватался всякого мусора глазами, наверное, на всю жизнь. Кто-то скажет, но можно же одевать очки. Да вот едва ли они там помогают. В общем, работа очень неприятная, рутинная, долгая и утомительная. На этом этапе я в очередной раз пожалел о том, что мне пришлось выбрать деревянные перекрытия из-за того, что когда-то сократил ширину стены. И это впоследствии не позволило мне разместить на ней плит перекрытия. Вот теперь и мучаюсь из-за того, что хотел сэкономить немножко финансов и увеличить пространство в доме. Доски друг с другом стыкую в разбежку. То есть, если в одном ряду стык стоит с одной стороны дома, то в следующем ряду стык будет стоять в другом. Доски друг с другом. Еще во время разборки дома от всякого мусора заметил на чердаке вот такое вот гнездышко. Кто его сделал? А вот эти вот, ребят. Гнездышко, понятное дело, было не пустым. В нем было вот такое яичко. А сейчас их уже два. Я всеми силами старался их не беспокоить, даже шумел поменьше, для того, чтобы они не бросали свое гнездо. Очень хотелось посмотреть на то, как они вырастят птенцов. Но, судя по всему, голубей можно удостоить звания самых ссыкливых и безответственных родителей из всех пернатых. Вот то ли дело, помню, скворцов да ласточек. Мы в детстве часто лазили по деревьям. И они мне всю голову отбили, когда я случайно выбрал дерево, на котором было их гнездо. Просто с разлету бились об макушку, не жалея себя. Я поначалу думал, что птичка просто сумасшедшая, а когда увидел гнездо, понял, в чем дело. А вот голуби при первом же моем появлении сразу же трусят. Стоит немножко пошуметь, так они улетают. И все мои старания по тому, чтобы их не побеспокоить, не увенчались успехом. Через несколько дней я заметил, что они вообще не прилетают. Я долго еще ждал и не убирал гнездо, думал, ну может они хотя бы ночью прилетают и отогревают. Но нет, увы, они его бросили. Печальная ситуация. Некоторые доски, которые у меня были, пострадали не только от криворукого пиления, но еще и от людской жадности. Независимо от того, что я покупал обрезные первый сорт, мне дали очень много с обзолом. Так некоторые называют кору, то есть доски с корой. А также частично мне пришлось использовать доски, которые используются для черновых полов и прошлых работ, например, с опалубки. И они были не обрезными. Эту кору очень любят жуки древоеды. Или как их правильно? Караеды. Кара-грызы. Древожуй. В общем, они очень любят и их личинки тоже. Вот они. Вот такие карапузики. Жуки прогрызают кору и откладывают туда личинки. А сами личинки, вылупляясь, грызут все. До тех пор, пока они вырастут в таких же жучков. Если доску избавить от коры, то личинок помещать будет некуда. Поэтому данную работу надо проделать. На этом в мире животных заканчиваем и снова возвращаемся к стройке. Ничего сложно технического в этой работе нет. Я сначала отпиливаю торец у доски, чтобы она была ровной и помещаю ее от начала до конца, прикручивая к балкам. Потом беру вторую доску. Отмеряю для того, чтобы отпилить нужное расстояние от стены до этой доски, которую я уже разместил. Отпиливаю и креплю в оставшуюся часть двумя шурупами к каждой балке. Следующий ряд начинаю уже снова с целиковой доски, но с противоположной стороны для того, чтобы доски крепились в разбежку. Когда отпиленных кусков набирается слишком много, я делаю целый ряд из них. А потом снова по старой схеме. Так как доски больше похожи на лапшу и макароны и очень криво напилены, мне прислонять их руками не представлялось возможным. Поначалу для более плотного прижатия я использовал веревку, но позже понял, что это чепуха и начал использовать клинья. Сначала к каждой балке прикручиваю брусочек для того, чтобы был упор. Потом вбиваю клин между этим брусочком и доской для того, чтобы прижать ее к соседней доске. С той кривизной, которую мне продали, приходилось это делать на каждой доске и каждой балке. Это ужасно затягивало время. А также пришлось перепортить немало шурупов для того, чтобы прикручивать эти брусочки и потом откручивать их обратно. Кстати о шурупах. На эти работы их уходит аж несколько килограмм. В сумме я закупил аж на 3000. Лучше всего показали себя семидесятки, у которых резьба идет не до самой шляпки, а есть некоторое расстояние, которое позволяет доске притянуться к балке. Я поначалу закупал только оцинкованные, но потом понял, что это слишком дорого и пришлось миксовать с черными. Попутно вместе с прикручиванием досок к потолку мне приходилось избавляться от утеплителя, который занимает большую часть комнаты. Он мешал установить строительные леса для того, чтобы дотягиваться до потолка и поэтому его приходилось убирать сразу наверх. Хотя мне его в любом случае убирать, так что хоть сейчас, хоть потом все равно придется. А на его месте возводил вот такие вот подставки, на которые ставил те же самые доски, что в будущем пойдут на полы. В ту же степь пошли и бруски, которые позже будут образовывать вентиляционный зазор, а стойки из газосиликатных блоков. Все сгодится, что под рукой лежит. Потолок, конечно, получается не идеальный, с щелями, но хоть так, лучше прижать я уже никак не смог. Как же много времени у меня отняла эта работа. С плитами все было бы намного проще. И это при учете, что я приходил с самого утра, а уходил в темноте. И вот в один из таких деньков я случайно в темноте наступил на незакрепленную балку, она перевернулась, шибанула мне по ноге, а потом упала и шибанула в окно. С одной стороны больно, с другой стороны обидно, настроение и так было не очень, а тут совсем просело. А у меня-то еще стеклопакеты дорогие, там и теплопакет, и покрытие на каждом стекле. Ё-моё. Хорошо, хотя баргон не заправил. Да, всегда есть во всем положительные моменты. И то, что разбилось стекло, а не рама, тоже замечательно. И то, что упала балка, а не я, тоже отлично. Разбитое окно пришлось залепить пленкой. Прикрепил его, правда, на скотч армированный, который очень тяжело потом отклеивался. Надо было, наверное, на обычный, но зато выдержал все эти дни, пока новые не привезли. 2500 обошлась моя невнимательность. Ну и что ж, заклеил пленкой и забыл. И продолжаю дальше работать. Доски снова надо поднимать наверх, тут я начал обнаруживать, что у меня недостаточно нормальных, хороших досок. Поэтому те, что поднимал на чердачок, буду опускать обратно. Было очевидно, что затрачу я их куда больше, чем планировал. Вдобавок, из-за слишком лютой кривизны, некоторые из них вообще были непригодны для того, чтобы их там закреплять. Часть досок я хотел прибивать на первом этаже, подшивать потолки, но теперь понял, что мне на первый этаж вообще не хватит ни одной. Все, что имею, уйдет на чердачные перекрытия. Вот так сюрприз. Меня эта работа уже нереально измотала, максимально быстро выполнять все этапы, которые я запланировал. А выбранные технологии получаются такими, что они наоборот все замедляют. А тем временем у нас сильно испортилась погода, пошли проливные дожди. Но зато улучшилась дорога. Пошел асфальт. Экономный, конечно, всего в полторы машинки шириной. Но уже что-то и гладенький такой. И вот время идет, а я все винчу, кручу, доски пришпандориваю к потолку. И вот готовый результат. Конечно, это только первая комната. Но как же я тогда радовался. Как я уже ранее говорил, чем больше стены и потолков внутри дома, тем почему-то пространства комнат кажется больше. Когда дом был просто фундаментом с плитами, я по ним ходил и думал, как же я вообще на таком маленьком клочке свободного места что-либо размещу. А сейчас, когда уже все построено, стены и потолочки, я думаю, зачем я отстроил такой стадион? После окончания работ с первой комнатой перехожу во вторую половину дома. Приходится опять по новой все разбирать, убирать этот утеплитель, который мешает расстановке строительных лесов. И все так же пилить доски да вкручивать шурупы. Очень много шурупов. А дорожные работники тем временем разровняли дорогу и засыпали щебенку уже ближе к моему дому. Да так хорошо разровняли, что весь строительный мусор, что был на этой дороге, сгребли ко мне. Как теперь мне проезжать к дому, даже и не представляю. Куча бэушного кирпича, который доживает свое. Мне он и не нужен, но убирать надо, иначе с меня спросят. Да и каким-то образом нужно проезжать всем машинам, которые будут привозить мне стройматериалы. И мне самому. Такая вот вынужденная халява. Вроде и нафиг не нужна, а приходится брать. Сначала складывал в стопочки, но после того, как потратил на это несколько дней, понял, что это слишком долго. Начал просто бросать в кучки. Куда буду позже его девать, вообще не знаю. Работа во второй половине дома точно такая же, как и в первой. Поднимаю, примеряю, опускаю, отрезаю, снова поднимаю, прислоняю, прикручиваю, и так миллион раз. Долго. Очень долго. А тут привезли окошечко. И я решил на него отвлечься. Разбитый стеклопакет вынимать, признаться, честно, было страшно. Сначала убрал все самые опасные осколки, подмел все, что вниз упало, очистил территорию, в общем, от погрома. А погром получился конкретный. Стекла разбросала по всей территории. Сама балка отлетела метров на пять в сторону от окна. Хорошо так ее отпружинило. Заодно увидел и толщину стекла. Достаточно большая. Потом точно так же начал разбирать окно, как в былые времена, когда я его вставлял. Только в этот раз стеклопакет хрустит, шевелится, шатается, того и гляди, в руках развалится. При разборке попутно проверял уплотнительные резинки каждого штапика. Да и сами штапики тоже, потому что их могла повредить балка или разбитое стекло. В этом плане мне повезло. Ничего, кроме самого стеклопакета, не пострадало. Вот тут особенно был страшный этап. Рама развивается как простыня на ветру. Она просто гнется вместе со всеми стеклами. Чуть позже стеклопакет полностью разберу, посмотрю, как устроен внутри. Стекла все еще тяжелы, но вроде как на герметике держатся достаточно надежно. Неплохая проверка качества. Вот он старенький, весь разбитый и потрепанный. А вот он новенький, пока еще никем не тронутый. Кстати, заказывал я его по тем же чекам, по которым и первые окна. Так что не выкидывайте их, могут пригодиться в такой же ситуации, как у меня получилось. Там каждый миллиметр важен, а именно эти миллиметры прописаны в чеке. И если выкинуть, то придется как-то измерять, подстраиваться, а это не всегда легко. Или правильнее будет сказать в сопроводительной документации. Много осколков попало внутрь рамы. Выметаю, очищаю, протираю и ставлю стеклопакет новый на место. Не догадался я что-то пленку сразу убрать, как-то и не думал, что она будет так сильно мне мешать. Заколачиваю штапики, все в том же порядке. Сначала верхние, нижние, потом боковые. И все. Ура! Целостность дома восстановлена. Как новенький. Настало время снова вернуться к моим любимым доскам. Кручу-верчу, жить в доме хочу. Делается все потихонечку. Пусть и медленно, но делается. Многим покажется, что перерасход материалов делать вот так вот плотничком доски вместо того, чтобы ставить между ними интервалы сантиметров хотя бы в 30 не очень-то разумно. Чуть позже вы увидите, что это имеет тоже смысл. Если бы пришлось переделать, то делал бы точно так же. Когда осталось совсем мало места, решил поднять весь оставшийся утеплитель. Ведь как только я подошью потолок, больше я сделать этого не смогу. Останется только маленький совсем лаз. Будет ли у меня чердачная лестница в будущем, или просто буду залазить со стороны улицы, пока еще я не решил. Скорее всего второй вариант, потому что не хочется делать дырку в дом для того, чтобы тепло из него уходило. Я посмотрел на доступный выбор и вижу, что все чердачные лестницы какие-то хреновастенькие. Есть, конечно, теплоизолированные, но у них все равно достаточно плохие параметры. А цена достаточно хорошая. Но хорошая для продавца, не для меня, к сожалению. После очередной заправки моего железного коня обнаруживаю новую поломку. Бензобак потек. Ё-моё, ну только не сейчас. Ну, точнее, потек не сам бензобак, а топливные трубки. Но это столько работы. Для того, чтобы до них добраться, нужно разбирать все там снизу. Эх, а я же ведь только заикнулся о том, что машина такая беспроблемная. Ну ладно, придется отвлечься на очередной ремонт. И на пару деньков снова выбился из ритма, заменяя эти самые трубки. Поставил медные, а для того, чтобы они слишком быстро не окислялись, покрасил их в черной краске. Красиво. То, что трубки медные, конечно, не очень хорошо. Лучше было бы, если бы стальные, они хотя бы были бы подешевле. Ну, конечно, в самом идеальном случае не ржавейка, но такого нет. Были еще тормозные трубки от наших отечественных автомобилей, но они очень короткие и с узким диаметром. Пришлось ставить именно такой дорогой и не очень-то, наверное, надежный вариант, но времени ждет. Капризничать и выбирать не приходится. Погода в эти дни стала совсем шикарная. Люди все отдыхают, на речках сидят, толпятся, плевать всем на эпидемию, а Пашка на стройке чалится. Всем кайфово, мне хреново. В такие моменты чувствую себя рабом, и даже несмотря на то, что вроде как бы и на себя работаю, а как будто жизнь мимо пролетает. И я, конечно, понимаю, что заблуждаюсь, и именно работа продвигает нас вперед и труд, но тем не менее почему-то настроение от этих мыслей не улучшается. Нужна мотивация, которая бы радовала, достижение поставленных целей, а в моем случае это достроенный дом, а уже какой год он у меня все в недострое и я в нем не живу. И вроде как бы и все хорошо, какой-то результат ощущается, но тем не менее проблем от него больше, чем пользы. Уж очень хочется перешагнуть ту черту, когда он начнет отдавать, а не только забирать. Перекрытие все-таки решил делать сплошным, без каких-либо черодачных лестниц. Сейчас оставлю небольшой лаз для того, чтобы проникать туда наверх и выполнять работы, а потом и его закручу. Дерево не бетон, переделать потом позволит, если я передумаю. ой, а что это у меня тут? А это желтая канистричка. А что в ней? Очередная порция антиплесени. Через вот это вот маленькое отверстие я буду ее поднимать наверх. А зачем? Да чтобы обработать все доски еще разочек. Сверху теперь, когда они все зашиты плотничком, мне очень удобно это будет сделать. Заодно я обработаю балки. Плесень – это самая страшная напасть, которая может атаковать дерево, поэтому от нее буду обезопасиваться в первую очередь. На этот раз работаю валиком. Как оказалось, он намного быстрее и экономнее делает работу. Купил в фикс-прайсе за полтинник и в общем его хватило и еще осталось. На этот раз на потолок ушло еще две канистры. Все труднодоступные места уже обрабатывал кистью, а всю основную площадь конечно же валиком. Старался делать как можно быстрее, ведь на чердаке у меня окон пока что нету, а химии дышать не хочется. А респиратор, который бы от нее спас, очень дорогой. Поэтому я надышусь в окошко, потом лезу наверх, быстренько работаю, стараюсь не дышать, спускаюсь обратно, снова надышиваюсь кислорода и свежего воздуха и опять наверх. Так как лазить в эту дырку приходится слишком часто, то я установил себе импровизированную лестничку из тех же самых гуляющих лесов. Какая хорошая и полезная штука, пригождается на всех стадиях. Запатентовать что ли? А вот это вот уезжает очередная доставочка. А что они привезли? А вот это. Блоки шириной 20 см, и те самые 5 досок, которые мне удалось взять. Последние в этом сезоне. Ну, с досками-то все понятно. Это будет лестница черновая. А для чего блоки, спросите вы? А для того, чтобы сделать коробушечку под утеплитель. Дело в том, что это перекрытие будет утепляться, для того, чтобы с чердака холод не шел в дом. Но с боков надо тоже его закрыть, для того, чтобы не продувало. С каждой боковой стороны дома, между стропил, я устанавливаю дощечки, вырезанные четко по размерам между этих стропил. Они немножко разные, поэтому приходилось измерять рулеткой и запиливать все в точности. Не везде, конечно, получилось идеально, но я туда буду еще стелить другой защитный материал, так что ничего, нормально, коробушечка получилась, и это хорошо. Заодно и голубям будет не настолько свободный доступ, хотя эти проныры наверняка проползут. В будущем там, возможно, еще перекрою сеткой или подошью с весой. В общем, враг не пройдет. Но в любом случае, по самому верху проветривание должно быть, поэтому полностью закрывать щель между крышей и перекрытием я не буду. А вот с фронтонных, с передней и задней части, я решил нарастить немножко стену. Пускай утеплитель будет закрыт другим утеплителем, так будет лучше. Заодно и герметичность на максимум. Эх, как будто снова вернулся в былые времена, когда приходилось возводить стены этого дома. Снова таскаю блоки. Правда, на этот раз приходится их поднимать на три этажа вверх. Перед их укладыванием заметил недочет, который я сделал. Маленькую ошибочку. Я подпихнул доски под балку. И теперь их нужно отпилить так, чтобы можно было эти самые блоки поставить. При помощи бруска отмечаю линию стены и отрезаю лобзиком. Ерунда какая-то получается. Но ничего, у меня всегда так. Да, я думаю, вы, наверное, уже к этому давно привыкли. Более грамотным и правильным способом было бы выстраивание фронтона из газосиликатных блоков, а потом в дальнейшем к нему примкнуть крышу и перекрытие утепленное. Но, вы же понимаете, у меня на каждом этапе то спешка, то экономия. Фронтон надо было закрыть от ветра максимально быстро. Я и заколотил. А теперь приходится под это подстраиваться. Как можно видеть, по тем доскам, что я подшивал к балкам перекрытия, можно вполне ходить. То есть, вроде как это их потолок, но временно выполняет функции пола. Притом, не просто ходить, а я еще на них и блоки складываю и вместе с ними хожу. Все нормально, вполне прочно держит. А вот теперь вспомним, что я мог бы сделать их с промежутками достаточно большими. Как бы все последующие работы выполнял, сложно вообще представить. Да и сама эта подшивка будет не лишним слоем звука и теплоизоляции, хоть и совсем мизерным. Как можно видеть, наверху совсем темно. Окошек никаких нету, а учитывая, что я сейчас стал работать и в ночное время, то нужно мне изготовить побольше освещения. Купил несколько прожекторов, вообще за копеечную цену 200 рублей за каждый. Также закупил провода, вилки и все это спаял. Теперь мне можно работать хоть круглосуточно. Пока еще жаркие деньки, холодов нету, а на чердаке так совсем коптилка. Так, ну это сделано. Теперь надо подготавливаться к выкладке блоков. Класть опять же буду на клей, не на цемент. Хотя тут на самом деле не имеет особого значения, ведь армопояс, он бетонный, сделан как раз из цемента и мостик холода никакой не увеличится. Тем не менее, клей замешивать наверху проще. Принести мешок, да принести водичку и размешать это все дрелью. И готово. Да и прилипает он к блокам гораздо лучше и работать с ним проще. В общем, выбор очевиден. Замешиваю раствор и укладываю блоки. Уровня придерживаюсь, но не особо стараюсь, так как вряд ли я сильно буду высоко их наращивать. Всего один ряд, который закрыл бы утеплитель, и более мне не надо. В будущем фронтоны все равно закроются облицовочным кирпичом, когда я буду делать обкладку. Поэтому сейчас никаких мер особо не требуется. Можно заметить, что выставленные блоки выше, чем балки, где-то примерно сантиметров на пять. Это нормально, потому что утеплитель еще будет закидываться над балками, для того, чтобы перекрыть и их. Общая толщина должна получиться около 30 сантиметров. Я думаю, этого будет достаточно для наших мест. Можно было бы сделать и больше, но дорого. Хотя подобные доработки никто не помешает мне выполнить позже, когда деньжат поднаберу. Можно крышу хоть до самого конька утеплителем завалить. А пока что приходится выбирать, куда больше денег уйдет, на газ или на сам этот утеплитель. Кстати, об утеплителе. Каменная вата или базальтовая вата еще одна причина, отбивающая желание делать чердак обитаемым. Представьте себе, сколько гадостей в нем будут концентрироваться. Испарение от всех обработок, от всех изоляций, пыль от ваты. Местечко будет не особо полезным для здоровья. Лучше ограничу его от пространства дома и пускай проветривается. А вот проветривание еще одна из причин, по которой мне пришлось выстраивать этот небольшой ряд из блоков. Если бы я эту стену не нарастил, то вата прилегала бы прямо к доскам фронтона, между которыми много щелей. И ветер, продувающий его, вполне мог бы выносить эту пыль и разносить по всему чердаку, чего мне не хотелось бы. Поэтому пришлось сделать такой вот барьер ограничительный. Особое внимание пришлось уделять углам. Блоки туда сложно уложить, потому что крыша мешает. Да и вату нерегко просунуть. Все эти мучения скорее всего из-за того, что я нарушил последовательность. Сначала нужно было выстроить стену, а потом уже ставить крышу. Мысли, что я что-то делаю не так на данном этапе меня посещали совсем часто. Все это должно немножко по-другому. Как-то надо было стену поднять, чтобы создать контур непроницаемый для воздуха. Но пока так. Позже, если будет продувать, дострою. На эти работы по укладке блоков ушло еще несколько дней. Время-то все утекает и утекает. Теплых деньков остается не так уж и много. Получилось по итогу вот так. Коробушечка под утеплитель закрыта со всех сторон. Между деревяшками щели небольшие есть. Надо бы их закрыть. По той причине, что я тороплюсь и решил сделать чисто тепловой контур и гидроизоляция утеплителя сейчас не самое важное для меня задача и первое время дом будет все равно не отапливаться, поэтому конденсату неоткуда взяться. Я решил, что нужно бы как-то перекрыть доступ этого утеплителя и его пыли к дому. Для этого купил несколько рулонов пергамина. Это что-то вроде картона, обработанного смолой. Всякие букашки-таракашки не любят такую кушать, поэтому прослужить она может достаточно долго. Поднимаю его наверх и укладываю в каждую нишу между балками, куда впоследствии будет укладываться утеплитель. К тому времени, как это видео выйдет, работа уже будет проделана и ничего не поменять. Но в комментариях напишите для других, стоило ли оно того или лучше так не делать. Пока занимался этой работой, решил сделать проверку, а действительно ли каменная вата не горит. Попробовал ее поджечь? Да, действительно, не обманывают, не горит. В принципе, получается, что она увеличивает пожаробезопасность в доме. Или как там правильнее, огнеупорность, наверное. Это хорошо. Хоть какие-то положительные качества в этом материале есть. Со спичками побаловался, теперь можно и поработать. Устилал я этот пергамин практически два дня. Ну, точнее сказать, полтора. Нигде не говорится, что надо его стелить. Это я уже сделал от себя тяну и, быть может, от него даже станет хуже. Но почему-то от ваты хочется сделать дополнительный барьер. Уж очень мне не нравится пыль, которую она дает. С прожекторами, которые я спаял, можно работать теперь и в ночное время. А значит, возможностью надо пользоваться. Рулоны раскатываю и складываю вдвое. Очень легко рвется, поэтому работать приходится максимально аккуратно. Главное не путать. Это не гидроизоляция. Это всего лишь защита от пыли. Воздух и влага спокойно будут проходить. Если во всяком случае они смогут прошвырнуть именно через гидроизоляцию, которая будет приклеиваться на доски, показанные ранее, которые я прикручивал. Но вообще, в первый же год, после того, как будет подключено отопление, в доме, мне придется инспектировать все слои этого кровельного пирога, если можно так выразиться, на предмет наличия водяных паров или льда. Если какая-то влага будет проникать непосредственно через гидроизоляцию, а она будет проникать, невозможно сделать полностью герметичное покрытие, то она должна спокойно испаряться и уходить в область чердака. И мне надо будет последить, чтобы пергамин не стал для нее барьером. Для того, чтобы укладывать базальтовую вату или каменную вату, как я раньше ее называл, нужно использовать средства защиты органов дыхания и зрения. Она, конечно, не настолько опасна, как стекловата, но тоже неприятна. Долго от нее потом чесаться приходится. Желательно пользоваться не только маской и очками, но и полностью непроницаемым для пыли костюмом, который не позволит вот этим вот мелким крупицам острым впиваться в тело. Подбор этих защитных средств тоже задачка не из простых. Дело в том, что большинство масок продуваются в области носа, и поэтому воздух выходит и попадает под очки, из-за чего они сразу же запотевают. Ничего не видно. Чтобы респиратор плотнее прилегал к лицу и не было таких вот выдуваний воздуха, приходится посильнее затягивать ремни. А от этого в конце дня просто красные разводы на лице. Да и не только в конце дня. В начале следующего тоже. Эти разводы достаточно сильно продавливаются и остаются надолго. Я пробовал разные очки, разные маски, во всех работать очень трудно. Дышать трудно, смотреть трудно, потому что почти ничего не видно, область обзора совсем становится маленькой. Чувствовал себя астронавтом или аквалангистом. И думал о том, как хорошо же все-таки, что я решил доски подшивать плотничком одну к другой, потому что если бы я сделал с отступом, то сейчас бы точно провалился вниз. Теперь немножко поговорю об утеплителе. Желательно, когда его транспортируете, максимально не трогать и стараться его не мять. Иначе из пачки потом будем вместо упругого толстенького брикета вынимать мягкое и тонкое одеяльце. От такого замятого утеплителя толку будет куда меньше, да и укладывать его немного сложнее. Больше пыли. Поэтому желательно его заказывать из магазина прямо перед работами, а разгружать очень осторожно и желательно прямо сразу на перекрытие. Для данных нужд плотность высокая не нужна, поэтому можно брать и дешевый. Но вот именно такой упругий, как брикетики, в рулонах я бы не советовал. Он там тоже по-любому мятый. Более плотный, а значит и дорогие виды утеплителя используются в стенах, для того, чтобы они не проседали под своим собственным весом. А на перекрытии они лежат горизонтально, даже в случае, если просядут, можно сверху еще навалить. Сами брикетики укладываю в несколько слоев, в разбежку, так, чтобы стыки одного и второго слоя не сходились друг на друге. Балки перекрытия заранее делались с расстоянием 59 сантиметров, по той причине, что эти брикетики шириной 60 сантиметров и в 59 они входят в растопырку. Если все сделано правильно, то укладывать их одно удовольствие. Своими шершавенькими сторонами они зацепляются за деревянные балки и держатся достаточно прочно, даже сложно вытащить обратно. Я бы посоветовал использовать не просто дешевые брикеты, как у меня, а армированные, то есть которые с каждой стороны обклеены тканью. Обычно такие используют в стенах, но я думаю и в перекрытии они тоже будут отлично работать и выделять меньше пыли. Правда, подороже будут стоить, но тут уж экономить нет смысла. Резать брикеты лучше всего ножом. Многие это делают канцелярским ножом, но я понял, что кухонным намного удобнее. Купить подобный нож можно в любом хозяйственном магазине рублей за сто. Заточить его как следует и я бы советовал взять точилку прямо с собой, туда на стройку. Ведь утеплитель, он хоть и вата, но все-таки каменная, а нож об камень тупится очень быстро. А как только он затупится, вату начинает не резать, а мять и выделять достаточно много пыли. Нам это нафиг не нужно. Если где-то образуются щели и утеплитель лежит неплотно, то приходится его уплотнять той же самой ватой. Щели эти вполне возможны, так как доски с неидеальной геометрией, а где-то, возможно, я в размерах ошибся. Благо, таких участков не особо много, но полностью их избежать не удалось. Также проблемными оказываются места, где балки стыкуются друг с другом и скручиваются. Во-первых, приходится обходить утеплителем эти балки, вырезать под них соответствующие углубления. А также между самими балками образуются щели, между которыми будет проникать воздух. Их надо тоже чем-то герметизировать. Пихать вату в эти щели бессмысленно. Скорее всего, буду либо монтажной пеной заливать, либо затыкивать каким-то другим уплотнительным материалом, например, льном. Смотрится красиво и аккуратно, но очевидно, что три слоя это очень мало. Нужно еще как минимум два добавлять, а то и три. Много трудностей принесла стопка с досками, под которые приходилось запихивать утеплитель. Желательно весь этот материал убирать, но у меня такой возможности не было. В то время работал я со всем ударными темпами и днем и ночью. Первую сторону успел, можно сказать, за одни сутки. На второй день обнаружил, что клапан в моем респираторе не работал. Как же это печально, но зато теперь на себе проверю, насколько эта вата вредна. Как закрывать вот эту область лючка я вообще не знаю. Наверное, только это будет возможно, когда я сделаю какой-то дополнительный выход. Перекинул весь хлам туда, где все уже сделано. Купил новый респиратор и приступил ко второй стороне. Все точно так же. Стелю пергамин, потом вату. Плотничком все стыки в разбежку, так, чтобы ни одни не совпадали друг с другом. По центру соединяю тоже так, чтобы стыки не совпадали. При этом перекрываю маурлат, то есть балку, на которой крыша стоит. Все прочие балки будут в дальнейшем тоже перекрываться утеплителем, но пока я по ним хожу. Это, кстати, еще одна из причин, почему я был доволен тем, что все доски плотничком прикрутил, когда подшивал потолок. Иногда с этих балок соскальзываю и нога попадает на утеплитель. Это хреново, я его при этом заминаю, но тем не менее не проваливаюсь вниз. Раза три, наверное, за все время так вот оступился. И я старался очень аккуратно ходить. Представьте, что если бы под утеплителем не было бы никакой опоры. Скорее всего, вместе с ним бы полетел вниз. Данная работа ужасно мерзкая. Повсюду это пыль. Смахивать ее нельзя, иначе вотрется в тело. А потом будет очень долго колодц. Говорят, из легких она тоже очень долго выводится, а какая-то ее часть остается и навсегда. В дальнейшем, при монтаже гидроизоляции, ее надо будет крепить так герметично, чтобы ни одна пылинка не проскочила внутрь дома. Но уж мы-то знаем, что они все равно проскочат. Такие гадости найдут себе путь. А почему же тогда люди все равно используют эти вредные штуки? Неужели нет никакой замены? Да практически нет. Любые другие утеплители обладают другими минусами. В чем-то они лучше, а в чем-то хуже. И не всегда вопрос заключается только в цене. Какие-то плесневеют, другие пылят, третьи слишком хорошо горят и выделяют смертельный газ. Но в общем-то, если делать все по технологии, то с любым из них можно ужиться вполне. давайте теперь посмотрим на то, что у меня получилось в итоге. Красиво, ровненько так. Весь имеющийся у меня утеплитель уложен, но это лишь половина того, который мне нужен. Его должно быть в два раза больше. Сделаю это позже. Вы можете видеть, что вата смыкается с газосиликатом, то есть один утеплитель плотно прилегает ко второму. Именно для этого крайнюю балку делаю с небольшим отступом от стены. Ведь если бы балка была непосредственно прижата к стене, то как бы плотно мы ее не прикручивали одно к другому, все равно останется щель, и в которую будет в дальнейшем дуть воздух. А это для нас неприемлемо. Точно такие же щели получаются между балками, которые стыкуются на средней стене. Поэтому сверху их обязательно перекрывать утеплителем, иначе тоже будет продувать. Как видите, процесс весьма непростой и достаточно неприятный. Далее, в будущем, весь этот утепленный пирожочек перекрытия надо будет укрыть пароизоляцией снизу, чтобы из дома никакая влага при помощи пара не попала внутрь него, и гидроизоляция сверху, чтобы никакая влага и конденсат не могли упасть на него. После чего набить контррейк для того, чтобы обеспечивалась вентиляция, а после них уже чистовой потолок снизу из любого материала, и полы сверху, если они вообще требуются, так как на чердаке полы можно не делать. Но это уже я буду делать позже, в теплом доме. Сейчас же оставлю все как есть и буду переходить к следующим этапам, ведь я тороплюсь. Времени у меня остается все меньше, а я и так его уже растратил на различные нелепые работы. Мне бы мой же опыт на несколько лет ранее, сколько бы времени, сил и денег сэкономил, да и вообще многие бы этапы знал бы сразу, а не предпринимал бы различные эксперименты до попытки. Правильно говорят, первый дом построи и разрушь, второй продай, а третий строй для себя. Наверное, слова правдивые. Правда, на три дома меня точно не хватит. А вокруг все меняется. Яблочки уже решили, что пора сваливать на сиженных мест, я решил, что пора подкрепиться. Вкусные, до невозможности. Хорошо, что именно это дерево выжило. Пока возводил перекрытие, я прилично так намусорил, и нужно снова очищать дом. Следующая по плану у меня идет цель возведения черновой лестницы. Да, именно черновой, потому что чистовую на данных этапах строительства возводить бессмысленно, она вся уговнякается. К тому же, в случае, если не понравится, черновую лестницу еще можно много раз переделать. А вот если сделать постоянную, то уже, конечно, будет стоять так, как есть. В запасе у меня есть пять досок обрезных четырехсантиметровых. Попробуем вписаться в лимиты. Надеюсь, что мои строительные страсти, мордасти и увлекательные истории вас еще не утомили. Еще раз приношу извинения за то, что очень редко публикую видео. Для меня этот год был очень тяжелым. Да что там был, он все еще продолжается. И следующий будет не лучше, чем этот, я почти уверен. Вдобавок, этот строительный сезон уничтожил почти всю мою записывающую технику. Сломались три камеры. Одна отвалилась полностью, уже даже и не починить. Еще одну я смогу восстановить, а третья перестала читать флешки. Поломались также все штативы. Почти ничего не осталось, из-за этого некоторые ракурсы сняты так вот странновато. Снимал просто, кладя камеру на кирпич или на блок. А некоторые кадры на телефон. У одной из камеры треснул шлейф экрана, поэтому он постоянно показывает белый цвет. Направляю на глазок, а зуммирую наугад. Но это я еще смогу починить, это не проблема. В общем, в любом случае, эти различные мелкие сложности затягивают съемки видео, поэтому, увы, все так долго движется. Но ничего, прорвемся, все восстановлю и постараюсь вернуться в строй. Желаю вам крепкого здоровья и позитивного настроя. Благодарю, что досмотрели это видео до конца. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok